Шаббат шалум, шаббат шалум, шаббат шалум. Шаббат шалум, шаббат шалум, шаббат шалум. Благословение Господне всех вам! Сегодня суббота. Радостная такая, особенная суббота. Каждая суббота по-своему, конечно, день Господний, радостный. Это как вечность во временном измерении, во временном мире нашем. Вечность присутствует в своей полноте. Слава Богу! Так что, вот так. Но сегодня особенное переживание, потому что сегодня первая Ниссана у нас. Начал, будем так говорить. Бог сказал, месяц сей да будет у вас начало месяца всего года. Исчисление месяцев идем от этого весеннего месяца. Да, весенний, сегодня весна, авив. Ну, чаще всего этот месяц мы называем Ниссаном. Значит, но здесь в Киеве, конечно, это не Израиль. Здесь заснежено сегодня. Довольно холодно. Такое ощущение, как будто зима еще. Но, хотя 17 марта, да, 2018 года. 17 марта. И, соответственно, первая Ниссана 5778 года. От сотворения мира. Вот. И, действительно, исчисление лет мы ведем от сотворения мира, от сотворения вселенной. В библейском летоисчислении 5778 год. Это, если считать по годам жизни от Адама, самого нашего пра-пра-пра-пра, много раз про отца и про матери Евы. Вот, если ввести исчисление, как бы, от их лет, то, получается, да, получается 5778 лет уже, да. И это исчисление традиционно ведется с осени. Ну, по-нашему, получается, сентября месяц. Месяц Тишри. Это осенний месяц. Вот. И это, как бы, ну, справедливо на самом деле. Потому что это Господний праздник, Божий праздник, он в Библии называется Йом Труа. Или же в переводе на русский можно сказать праздник трубы или праздник трубного зова. Трубный зов. Вот это мне нравится очень даже. Трубный зов. Это в советское время, в конце 70-х, я так понимаю, в 80-е годы. Была такая группа, значит, здесь в России, тогда в СССР тогдашнем, да, здесь я имею в виду. Вот, значит, в России это было в Ленинграде, нынешний Петербург. Значит, трубный зов. Чекисты просмеяли эту группу как трупный зов. Но, в общем-то, они действительно были музыканты, христиане. Сергей Тимофин, да, значит, вот с кем я хорошо знаком, дружу давно уже, много лет уже, слава Богу. У них в церкви бываю, проповедую Слово Божье в Петербурге. Слава Богу. И, знаете ли, но есть праздник в Библии, праздник трубного зова. Это праздник Йом Труа, праздник трубы, праздник трубления, праздник трубы. Вот, и это справедливо считается началом как раз мироздания. Кстати, и не только начало мироздания. Знаете, интересно, не только начало мироздания, но и пришествие Господа второе. Будет тоже при гласе Архангела и при трубе Божьей Господь придет с неба. И мертвого Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в пришествии Господне, будем восхищены на боках встретения Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Библия раскрывает нам потрясающую картину. Слава Богу. Благословение Господне всех вам, дорогие друзья. Но создание мира, создание нашего пращура про отца Адама, про матери Евы, это одно исчисление. Но другое исчисление, которое сам Бог дал нам, это исчисление с весны, вот с этого месяца, с сегодняшнего дня. Так что с Новым Годом, друзья. С Новым Годом, с новым счастьем. Действительно, с этого месяца, месяца Ниссана, сегодня первый Ниссана. И вот с месяца Ниссана Бог повелел исчислять месяца нам. Интересно. Месяц сей, Он сказал Господь Всемогущий, да будет начало месяцев года у вас. Удивительно, конечно. Месяц исхода, месяц освобождения для Него это особенно дорогое переживание для нашего Господа. Для Него это особенное чудо, которое Он совершил. Ведь даже когда Он давал заповеди, Он сказал, «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пролицом Моим». Вот это Его слово, Его заповедь. И Он мог бы сказать, конечно, что «Я Господь Бог твой, Который не вывел, а Который создал тебя, допустим, создал весь этот мир». Он имел на это полное право так сказать, в общем-то. И было бы даже, наверное, чисто по-человечески более как бы так разумно, чисто по-человечески более понятно было бы высказывание Бога. Вот таким образом, если бы Он высказался бы. Вот, знаете ли, указав на Себя как на Творца всего сущего. Но Он восхотел сказать иное, нечто иное. Он сказал, что «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Он сказал о том, что Он есть Бог свободы. Он выводит на свободу. И действительно, это величайший дар, Божий дар. Вот, и сегодня, знаете ли, в наш век этот дар, он еще более ощутим, он еще более ценен, я так думаю. Потому что закабаление еще больше человечества происходит. И рабство сегодня, наверное, переживают люди особенным образом и в большей даже степени, чем в древности. Рабство всякого рода. Рабство, значит, похоть отчей, гордость житейская. Рабство греха. Знаете ли, и Бог наш, Он действительно дает свободу. И отпускает измученных на свободу. Он выводит. Исход совершается по сей день, совершается великий исход. И каждый покаявшийся грешник, это еще одна душа, которая совершила этот великий исход. В древности был Моисей, он был вождем этого великого исхода. Вот, и действительно, кто уверовал тогда в Бога, Богу доверился, свою жизнь доверил. И кто поверил Моисею как посланнику Божьему, как пророку, как, будем так говорить, человеку с миссией сверхъестественной Божьей, то эти люди были спасены. Они вышли из Египта. Они обрели свободу. А сегодня это Иисус Христос. Сегодня Он действительно Вождь этого спасения. И, друзья, конечно, всякий, кто призовет написанное имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И сегодня спасение для всех исход, для всех евреев, неевреев, для каждого человека. Вот об этом размышляю сейчас сегодня. Уже в завершении сегодня первого Ниссана уже вечереет. И вечером сегодня начинается уже второй день Ниссана. Второй Ниссан. В библейском, потому что в библейской традиции день начинается не с утра, как мы приняли, принято обычно так вот у нас, а начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день там такой-то, допустим, день следующий. Вот. Слава Богу. Пусть Господь Бог благословит всех нас. Господь, благослови Божий, и сегодняшний эфир благословит настоящий. Всех братьев, сестер, кто будет подключаться, благослови. Благослови сегодня по богатой своей милости всех нас во имя Иисуса Христа. Благословляю Киев, благословляю Украину сегодня во имя Господа Иисуса. Благословляю сегодня Израиль, благословляю Иерусалим, столицу еврейского государства. Об этих чудесах я тоже буду говорить завтра, планирую говорить. Слава Богу. На беседах предпасхальных, по крайней мере, я точно об этом говорю, потому что, действительно, это очень важная тема, и надо ее раскрывать. Тем более, что этот год, он в календаре, 2018 год, если брать, то он в календаре нашей церкви, он обозначен как год 70-летия Великой Победы, 70-летия возрождения еврейского государства, 70-летия Израиля, рождения страны из небытия истории, будем так говорить, возрождения. Удивительное, конечно, чудо. Одно из самых главных, или даже самое главное, геополитическое чудо Божье 20-го столетия. Второе чудо тоже есть, по значимости оно второе, но подобное этому же чуду, оно произошло, первое чудо в 48-м году, возрождение Израиля, а второе подобное ему чудо произошло в 67-м году. Да, уже 51 год тому назад, если Израиль был возрожден 70 лет назад, вот мы скоро будем отмечать, и на протяжении всего года вспоминаем об этом, то Иерусалим был 51 год назад, был снова возрожден как именно еврейская столица, столица еврейского государства. Дорогие друзья, это очень важно, это действительно такого планетарного масштаба чуда, это действительно геополитическое чудо, которое Бог совершает. Бог совершает не только чудеса, ведь в судьбах отдельных верующих, но и целых народов, стран, континентов, и общепланетарные такие чудеса, будем так говорить. Вот одно из таких общепланетарных чудес, как раз это возрождение государства израильского, как раз в исполнении Слова Божьего. То есть эти чудеса не доказывают всем нам, что Божье Слово, оно пребывает в век, а человеки, человеки всегда заблуждаются. Вот, потому что антисемиты всех стран, народов били в грудь и утверждали, что так и так, мол, Израиль никогда больше не возродится, как еврейское государство. Иерусалим, мол, никогда не будет еврейской столицей. Все. Люди говорят, пусть говорят люди, но важно то, что Бог говорит. Вот, а мы верующие, мы верим тому, что Бог сказал. Чьим словам поверим мы, я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. Он сказал, я исцелен, Бог сказал, благословлен, Бог сказал, свободен я, есть победа у меня. Через Иисуса Христа сегодня великое освобождение происходит. Он есть действительно свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Благоставляю вас из Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Жуалев. Шалом, мир всем. Продолжение следует... Продолжение следует...